Добрый день, Александр! Здравствуйте, Игнатий Сихович! Здесь кончается день, говорите быстро! Если я понимаю, я скажу понятно и говорю дальше. Ага, хорошо. Игнатий Сихович, можно ли креститься человеку, нерожденному свыше? На конок крещения не входит в момент рождения свыше. Это завершающий момент. Признание себя грешника, принятие Христа и крещения. Крещение – это третий акт рождения свыше. Вопрос неправильно поставлен. Ну, тогда вот без первых двух частей-то можно или нет? Если без первых двух нельзя, это обман. Кто будет веровать и креститься, спасен будет написано. А кто не будет веровать, слово «не будет креститься» – нет. Он не будет веровать в крещение – нет никакого. Если нет первых двух составных, то третьего не может быть. Это обман, фикция. А как с детьми тогда в этом случае быть? С детьми по вере людей, когда оба верят искренне. Хотя, говорят, ссылаются на Осипова, другие. Осипов не говорит не крестить. И Дмитрий Смирнов не говорит. Он говорит не крестить, как сейчас. За деньги пришел и больше нет. Кто вырастили? Я крещу девочек. Где они, девочки эти, панельные? Мальчики, где они? Чего ты их ищешь-то? Они в армию негодятся и сблудились. А я их крестил. 20 лет крестил, обернулся, никого нет. Крестить детей только в семьях, где оба они. Слово церковное забудьте. Оба, рожденные свыше, ходят в храм, свидетельствуют настоящие дети Божьи. Вот у них ребенок должен быть крещен сразу. Восьмидневном возрасте. Понятно. То есть из крещенных, сегодня которых крестят, может быть процента 2, только 3 остается? Может быть и нет смысла тогда крестить-то? Я думаю, что никакого... Вот. Ведь мало того, что по вере родителей, но ведь все-таки там говорится о том, кто веру имеет. То есть сам человек имеет, не родители его веру имеют. Они-то имеют, а там как можно дать Богу обещание и отрекаться от сатаны за человека? Сам человек это должен сделать. Так ведь? Обман. Я говорю, 100% обман. Никаких отречений, ничего не может быть. Просто крестится ребенок во имя Иисуса Христа, чтобы на нем стояла печать благодати Духа Святого. Чтобы он не сделал совместилищем сатаны. Дети маленькие, еврейские, восьмидневные, ничего не понимали, но их обрезывали для того, чтобы стать наследием Божиим. Они входят в наследие Божие дети. А что я отрекаюсь, там восприемник, это все выдумка. Это все отбросить, это не надо. А только одно, где верующие родители, верующие я говорю по-настоящему, рожденные свыше, они приносят детей и крестят. Крестился, кормили и весь дом его. А можно вопрос? Знаете, а вот меня в детстве крестили, получается, как вот обливание. То есть мне нужно перекрещиваться? Нет, вот как вы говорите, в полной пункте. Некрещеное просто, некрещеное. Слово крещение переводится погружение. Вы замените, исключите слово крещение. На всех языках мира слово крещение звучит как тауфен, баптизм, погружение. Скажи, я не была погруженная. То есть, а не погруженная, а не крещенная, слово крещение, это негде поставить-то. А перекрещивать, не перекрещивать, а креститься. То есть мне нельзя пока даже причащаться, пока я не приму полное погружение, да? Когда вы услышали это, вот с этого момента уже не имеете права принимать. Я когда людям говорю, для вас знаменательный день. Сегодня вы можете отдать свое сердце Христу. Сегодня вы можете родиться свыше. Но, ни один грех Богов уже вам не вспомнит. Но, если вы сегодня не покаетесь, это самый печальный день в вашей жизни. Вы будете проклинать день своего рождения. Вы отвергли спасение. Вот до сегодняшнего дня вы могли этот вопрос задавать. С сегодняшнего дня не имеете права задавать. Вы должны принять по полное погружение. Как его не называйте? А если батюшка, например, откажет, скажет, а ты же крещена, например, какое тебе еще крещение? Почему он откажется? Вопрос разобрать. Потому что он не крещеный, воченый поп. Он сам не крещеный. У нас приезжают и архимандриты, и священники крестятся, и возвращаются назад к своим храмам, и снова работают как положено. Но теперь они крестят по уставу Божию, по апостольскому 50-му правилу. Они крестятся. То, что заповедано 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Если нет достоверных доказательств, что был крещен, прими немедленно крещение. И об этом... Священнику же не обязательно говорите о том, что там крещен уже. Вы не были погружены. Все. Слово погружение означает крещение. Заменяйте его крещением. Вы не были крещеные. Повторяю. Слово крещение на всех языках мира, только на русском, на церковнославянском, придали ему смысл страданий креста. Крещение от слова крест. Ни на немецком, ни на японском, ни на китайском нет этого слова. Крещение. Там есть погружение. Кто будет веровать и погружаться, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А вот младенцы, когда крестели, его как бы окружали, но вот голову не до конца он оконул. Говорит, ну как бы сейчас... Главное, что голова и нужна. Почему не погрузили-то? Я повторяю. Я повторяю. За 300 лет старообрядцы, 50 разных названий, их толков, ни одного человека они не мочили, чтобы с головой не был погружен. Ни один баптист, ни один адвентист. Независты крестят полное погружение. Это только безумие заставляет идти против прямой заповеди Божьей. Евнах и Филипп оба сошли в воду. И он креститель крестил близ Янона, где было много воды написано. А я не знаю, что сказать. Я ответил. Голова не была крещеной. Но голова не была крещеной. Смешно даже. Прямо уже рвут на счастье живого человека. Это не мои правила. Это надо ввести было в символ веры. Символ веры. Вообще, апостольское правило. Если священник крестит не в полное погружение, его извергать надо. Извергать. Он никто. Он просто жулик, обманщик и все. А не может бояться, что там правила есть. Там вот такое правило есть, что если священник крестит, человек, который уже крещен, то есть он извергается, по-моему. Даже так вот. Десятое правило апостольское. Повторяю. Даже не соборное. То соборное. Рассуждать не в общем. Они должны быть издержаны. И на этом конец. Смешно, чем больше священников уже признают это. Говори, Александр. Сергей Сергеевич, вот у вас есть там правило такое в ваше общение, что вы причащаетесь там практически постами. И говорить о том, что недостойно причащаетесь, то в общем-то часто кто причащается, может быть, можно сказать, что он недостойно причащается. Да, конечно. А для чего тогда совершается литургия? И причащается ли у вас священник каждое воскресенье? Литургия причащается каждый раз священник, когда совершает. Но по воскресеньям он не всегда совершает литургии, а молебен. Ну, когда литургия совершается, то есть всегда причащается ваш священник, да? Конечно. Он делает все по уставу. А причащаются дети. На каждой литургии кто-то причащается. На каждой. Для того и совершается. Иногда бывает у нас издалека Наши люди, которые приняли крещение У нас же приняли Они приезжают И они, какое бы время не приехали Без поста даже, они причащаются Потому что в другое время Они не могут явиться сюда А вот это недостоинство Это не если некоторые Дмитрий Смирнов, по-моему, об этом говорил Что это неправильное отношение Мы никогда не достойно причащаемся То есть не бывает им достойно причащаться И поэтому, если ведется жизнь У человека духовная То есть он возрожден свыше То и живет нормально То и причащаться к каждой литургии Он в принципе и должен даже Разве это не так? Святые отцы не разделились Одни говорили так, другие иначе Но сам опыт показывает Все-таки 35 лет, допустим, нам моя брат Служит этим Я разговаривал со священниками Хорошими Я говорю Как вы считаете? Мы считаем, что мы уже Одни говорят только в посты Другие раз в год Другие считают каждую литургию Ну а какой результат? Результаты никто показать не может По которые вот так лезут Все время-то Они духовно больные И бесноватые очень часто Они недостойно идут И потому, говорят, больные Немало умирают Они достойны смерти Игнатий Тихонович, вы еще Вот как-то в одной из последних записей Говоря об обличении Назвали обличение страстью Не могли бы пояснить вот этот момент? Что вы имели в виду? А как я говорил? Где и что? Вот, к сожалению Не могу сейчас это я вам вспомнить В какой месте Потому, что я не знаю Как я говорил Это надо узнать определенно Иногда бывают слова Даже не в том порядке стоят И другой смысл Бог не в рукотворенных храмах живет И некто начинает Он не живет в рукотворенных храмах А этого не написано Бог не в рукотворенных Это означает не только в рукотворенных А в рукотворенных он не живет Это смысл тот Что он вообще не живет в храме Оно переписано Кто клянется храмом Клянется и живущим в нем живущий большой буквы совершенно молитвы только там где есть престол баптисты говорит до молитвы у них нет ни одного дома молитву посему земному шару у них есть молитвенные дома говорят какая разница то разве что дом молитвенный это там где престол я совершается божественная литургия только там до молитвы один был на весь израиль а синагог до молитвенных домов было много это тонкость рассуждения а то между богом и человеком посредник один поэтому никакой богородицы нам не надо не надо святых я бы ты уверен со стороны бога между богом и человеком ходатай один а между человеком и богом ходатай в много со стороны человека человеческой природы это святые которые мы молимся божьей матери это наши ходатай перед богом сектант этого не понимают допустим заключает мирный договор не мирный договор а безоговорочной капитуляции германии со стороны россии присутствует а в жуков другие там кейтель подписывает йоды с той стороны 2 а здесь 22 эта сторона присутствия больше между богом со стороны божией только один христос поэтому молитваны и мамы иные помощи должна быть совершенно истерплена это неправильная молитва ним и мы иные помощи если в прямом смысле это отречение от бога от христа мы считаем богородица достойно акафисты богородицы каноны богородицы все как положено а то есть такой понимаете псалтырь богородицы его сожги сегодня же в печке это богохульный трактат вот у юли есть вопросы по поводу благовестия по поводу книг вопрос нужно непосредственно самому присутствует в калужской области на складе чтобы книги забрать правильно я поняла я не совсем понял повторите но вот книги ваши находятся на складе то есть непосредственно вот если мы хотим этим заняться нужно там присутствовать их забрать то есть нельзя через как как и где-то вот теперь я попрошу и брата сергея чтобы он отсылал к михаилу батогину он все знает как он уже брал ехать туда забирать я живу в оренбургской области то есть у нас есть нужда ваших не потому что нету библиотеках ваших ник здесь как забирать ролик есть одно ролик сошлитесь это долго повторять заходишь они по порядку вдоль стены она 1 2 3 4 часть уже распечатаны разложить их и по одной брать коробки это две коробки приезжать в библиотеку и рассказывать из оренбурга обязательно ехать в калугу можно же переправить в оренбург нельзя только привозить отправлять они два раза дороже делаются это нельзя если в оренбурге я думал что рядом живете да ничего там два раза им дороже будет доехать и времени столько потеряется как легче доехать и взять не один экземпляр а в 50 экземпляров как вам томе в каком томе пачка в одни пачки есть 10 книг другой есть 8 а в другой 6 вот эту таблицу в какой открытым оком называется книги в каком томе сколько в кору это пачки которые так взял допустим у меня 8 а вы берете сколько допустим ну 7 7 и 8 56 это 36 библиотек можете взять 7 другой столько что поровну было взято потому что там совершенно точно отмерено 30 томов и все пачки разные но количество их разное и поэтому количество общее одно и то же было 120 сейчас меньше значит если бы вы приехали на грузовике или кто-то приехал и отсчитал так знаешь сколько это можно тогда купила допустим от 50 библиотек оренбургской области рядом как все у вас юля вы где живете в оренбургской области под оренбургом прям в городе в самом практически я думаю мы с обдулина мы с вами земляки у нас окончается время вопрос еще вот какой что из ветхозаветного закона переходит в новое а что остается там в ветхом завете а церковь определила что то и надо принимать мы сами этого не делаем они церковь назначена что женщина нечистая бывает об 40 дней сколько мы это приняли но это ветхозаветная и нам не нет смысла переосмысливать это церковь это приняла церковь соборным умом они так чтобы внимание как понимаешь а что оттуда взять церковь установила и мы это принимаем потому что мы православная православная начнем принимаем все жития святых каноны церкви творения святых отцов конечно во главе святая библия они так я православный поэтому вокруг меня бакуста я бороду отрежу ты считай дабы приобрести некоторых мусульмане бреют усы ну давай брею усы а священник вот мне как раз на днях сказал что где-то у них в служебнике что ли в какой-то в общем книге церковной есть как раз указание что усы надо подбревать дабы при причастии священника не испачкались усы то они испачкались вы что и все надо брить их говорят у нас бритые ходят прият только не покажет он покажет только на то какой епископ у него а все дикая голубизна заставляет их это делать безумно а в книгах церковных есть игнатий технич вы не встречались это написано это когда были ну еще и носят длинные волосы почему я на крестителя это сказать у яна златоуста волос короткий под бокс под подстрижены а кстати на каком основании длинную ночь это всего два века назад было еще при портопопе вакууме волосы короткие стригли а а какую основанию часу за длинных волос бабе андрей аккуратно спросите если мужчина растит в полосы это бесчастье для него мужчина написан так что они перестал быть мужчиной кастратом стал другая примет я монашка в алтарь заходит написано женщины в алтарь да не ходят ладийский собор 44 правило она что женщина перестала быть там такая в монахе подписывается блуде говорит супруга всего мира ты сам подумай маленькую девочку восьмидневный в алтарь не заносит его только перед иконами и веселись родителям а мальчика доносит в алтарь вокруг престола чего непонятно слова муж мужского пола все думать надо игнать технич а вот на иконах христа спасителя ну вообще видно как будто у него длинные волосы не так он назареем назовется назареем он не был назареем каким христа изображает какие волосы мы этого знать не знаем какой он был но не был назареем потому что назареи не пили вино они говорили пьет вино и друг грешником он от города назарето назывался назарея этого не делали назареи и прикасались к мертвому а он подошел бодро остановил когда на юстской обдовицы сына хоронили то христос нарушал правила все правила которые были на назарея этим и показал что он не является назареем к мертвым прикасался значит и мы не оскверняемся прикасаясь к мертвым вы недавно только где-то в одной из записи говорили что это тоже осквернение прикасаясь к мертвым был ветком завете он точно соблюдал весь закон и по-другому он не мог а мы в этой части а а мы в этой части касаясь мертвых оскверняемся ли нет церковь указывает на то что нас защищает благодать божия и поэтому уже погребавшие степана вошли там она не сапиры мы не видим что они отделялись и она зато указывает на это но лишний раз не прикасается все же раньше от мертвых животного что-то осквернялась и чистая женщина садилась сегодня это не соблюдается но ей сказано если женщина не чистоте крещение не принимать а в храм ходить можно к святыням не прикасаться и священники даже этого не знают меня спрашивают а где написано я показываю правило она приехала из севера а что делать ну по сидит побудем здесь почему евреи знают свою мику а вы в эту мику не знаете у них официальное ощущение свидетельствует поставленной женщины которая осматривает ее она купается в купальне и показывается все каждый раз у них радостная встреча с мужем а тут так в грязи живут юль у вас есть вопрос а то у меня последний еще есть один все давай быстро у меня вопрос только что у меня бабушка говорится что священников нельзя осуждать то есть вот как бы вот у нее загвоздку в этом зачем мы не имеем права его осуждать он нарушает правила на сужден уже я зачем держать бог его осудил он назвал их лютыми волками мне зачем говорит что что-то еще я повторяю слова апостола павла лютые волки не щадящие стадо а безбожие волки не за счет осуждать его он осужден уже нарушающие правила он проклят он извержен андрей кувыркраев то правильно говорит а то его с одного места на другое голубого перекидывает он такой остается он должен быть извержен из сана но согласно церковного правила он может на другой день почистить и оказание одно двойное не бывает потому что согрешивший даже мужеложник через 18 лет может вернуться в число верных христиан а извергнутый сана никогда не возвращается сам снимается навсегда и таких примеров где священник ну просто владимир русак он диакон посадили за слово божие патриархи нужно вышло он вернулся любит ее она оставила его вернулась к нему но сам сразу сняли сняли он он вернул жену но жену которая была другого то время но патриарх алексей 2 в америке с ним поговорила вернула его сюда где-то работает там патриархи но конечно не диаконом знаете еще про крещение то есть нужно оглашение обязательно какой-то да пойти обязательно какое вот вы все знали вы видели для вас оглашение может одна неделя наставление дать вам у нас до трех-пяти лет оглашения которые знали но не были погружены они вот приезжают для них тут несколько дней и крещение крестились вы все знаете вас наставлять не надо вы просто были обмануты обмануты и вам показали вы не надеетесь на священников не забывайте слова и она златоуста большая часть священников погибает по 10 священников они 10 минимум 6 будут в аду гореть их осуждать нельзя зачем осуждать серафим саровский молился три дня три ночи ару только целенаправленно русских архиереях священников и бог сказал не пощежу не помилуй как будто ни одного нет спасенного еще серафим осудил их так это не его слова а дух свято на столе книга священослужитель в том 601 страница видимо проблема в том что люди как-то не различают осуждения и когда разговор о фактах каких-то они все это сводят в одно понятие осуждения это попыток траве это пыр попыток откладывает только один смысл не трожьте нас до на властвоваться в слазь как а куджава пел было что ни слова то осуждение значит никого не осуждайте тот не трожите нас не задевайте я живу первую до на 3 ем и на всех можно еще это последний у меня вопрос связи вот с расколом который у нас приходе произошел священник у нас вот на днях значит присоединился к русской зарубежной церкви прислал всем расстылку сделал приглашает всех нас туда тоже вот связи с этим я хотел у вас спросить вы когда вывели вот перед выбором соединяться ли вступать ли в общение с московской патриархии или нет вы тогда говорили что вы много молились о том что чтобы не уйти в раскол и не ушли в раскол получается а потом я подумал думаю когда же вы были в московском патриархате еще изначально но присоединились к русской зарубежной церкви а это не было разве расколом в тот момент почему вы тогда не молились не боялись вот этого я шла даже как же это может быть расколом а что интересно когда признавали актроническое общение то патриархия слова раскол полностью истребила его нигде нету они пользуются любым жопилом чтоб только пугать людей почему они когда вот так это не не было объединения то просто зарубежно это отцел из церков почему они тогда не говорили ни о расколе ни о чем ни патриарх никто уже не говорил почему а до этого храма отбирали безумствовали потому что эта сталинско-беревская закваска которые образовали московскую патриархию она не дает им здравого мышления они не останавливаются ни перед какой бедой что угодно нам не еще было выбирать мы находились в отмес мы не мы все время стояли в храме ездили искали где можно так сделать чтобы был священник и чтобы не было торговли было оглашение были одни верны никаких табакуров храме никакого выхода не было и когда увидели что открывается приходы русско-зарубежья церкви мы говорится одним шагом оказались там это наша родная церковь белогвардейская по духу белогвардеев я никогда не был пионерами комсомольцев это церковь моя от природы но я здесь не было я даже не знал про нее а я ее в мечтах свои не мечтах в мысли своих постоянно выпрашивал у бога я не знал она есть и бог открыл это они знали когда я был в тюрьмах они обо мне молились и почему прислали мне по миссионерскому фонду приглашение в америку в каранду сразу я же ездил там по америке выступал они любят узников а наши сразу это предатели и прочее наши вероотступники они не понимают ничего они своих самое высшее что бог дает наследие в церкви это исповедники мученики них назвали предателями врагами народа они подавались это живо церковники которые вошли под старый обряд так закончил все отходим спасибо я в общем соединюсь с вами сейчас хорошо сергей все все с богом спасибо господи вас отыгнать их с богом богом